Едем дальше. Во времена ФОГа через Суэцкий канал в Индию ходило множество судов. В наши дни — ни одного. Самолёты бесповоротно изменили мир. Как изменят его беспилотники, дроны и телепорт? Думая об этом, плывём восемь дней на грузовом судне через Суэц в Мумбаи. Теперь нам в Калькутту. На машине путь займёт 27 с половиной часов. Такси в Мумбаи бывают чёрного, жёлтого и синего цветов. Синий — в машине работает кондиционер. Из Калькутты наш путь лежит в Непал и Тибет. Через Катманду и Лхасу. В Пекин на машине ехать почти пять дней. В Гималаях скоростных поездов пока нет. Такси в Китае — почти общественный транспорт и стоит недорого. Собственный автомобиль в больших городах, где много жителей и мало мест для парковки, давно не выгоден. В Пекине такси золотого, зелёного, синего и красного цветов с жёлтой полоской на боку. За стеклом горит огонёк. Зелёный — машина свободна, красный — занята. Скоростной поезд из Пекина в Шэньчжэнь идёт восемь часов. Потом около часа на метро, и мы в Гонконге. Из Гонконга в Шанхай на машине пятнадцать часов. Оттуда паром до Осаки. В пути два дня. Дальше курс на Якогаму. Быстрее всего добраться на скоростном Синкансене. Всего за два часа пятьдесят семь минут. В Якогаме берём такси до порта. В Токио больше ста тысяч такси. Из-за нехватки мест для парковки в одном из крупнейших в мире мегаполисов 80% машин государственные, 20% частные и работают по лицензии. Цвета машин самые разные. От традиционных жёлтого и чёрного до обклейки с героями любимых аниме. Дальше нам в Сан-Франциско. Продолжение следует.